Шаббат, шалом. Трансляция с молитвой утренней. В Ниеме 8.10 написано, не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. Радость Боге, сила наша. И сегодня будем радоваться и торжествовать, ликовать, слава Богу, благоставляя великого Бога, смогущего этим утром святым. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, Аллилуйя, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь. Благодарю Тебя этим субботним утром, Боже. Поздравляю Тебя с этим днем. Шаббат, шалом. Поздравляю всех вас, братья и сестры. Шаббат, шалом. Приветствую всех вас. Сегодня субботнее утро. Да, сегодня у нас уже 14 число месяца Эллула. Сегодня ночью будет полнолуние, ну, уже полнолуние месяца Эллула. В гражданском исчислении, да, в библейском исчислении заканчивается уже последние дни 5778 года. Да, уже скоро Новый год, 5779 будем отмечать уже скоро. На днях уже, как говорится, да, в начале сентября. Вот, а в гражданском исчислении сегодня 25 августа 2018 года, в гражданском летоисчислении. Слава Богу. Да, и вот я начал молитву, эту трансляцию, эту сутреннюю молитву, начал с книги порока Неемии. Неемии 8.10, как раз говорящей о том, что это сила Божья в нашей жизни через радость. Радость пред Ним, пред Господом, это есть наше подкрепление, наша сила. Слава Тебе, Господь. О, как в той песне поется «Тумбалайка». Помните, да, старая такая еврейская песенка? «Тумбалай, тумбалай, тумбалай». И там есть такое слово. «Мир наш уныл, пошли нам ты радость». А потом поется «Дай нам увидеть Иерусалим». И опять «Тумбалалай, тумбалалай, тумбалалайка». Да, уникальность еврейской души, что он может на чем угодно, хоть на балалайке, Бога славить и действительно радоваться. Но самая величайшая радость – это 100% видеть Иерусалим. Многие люди приезжают в Иерусалим физически, физически Иерусалим. И если не соприкасаться с божественными измерениями, если не соприкасаться с Богом, если не соприкасаться в Божьем Духе, то это просто обычная поездка в обычный город. Каких городов тысячи на планете. Но когда это духовно совершается восхождение, действительно, когда совершается это любящим сердцем, чтущим Бога, то это величайшая радость вообще. Слава тебе, Господь! Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, за этот шаббат. Благодарю Тебя, этот субботний день, который Ты осветил. Был вечер, теперь вот утро, день седьмой. Был вечер и было утро, день седьмой. Аллилуйя! Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шаббат, шалом. О, Давину, Хай. О, Давину, Малкейнум. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. О, Давину, Хай. Наш Отец живой. О, Давину, О, Давину, О, Давину, Хай. О, Давину, О, Давину, О, Давину, Хай. О, Давину, jewels, jewels, землю". О, Давину, Маликейнум. О, Давину, шалом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Вот. Особенно кто голодал, кто знает нужду, бедность, к хлебу особенное отношение всегда. Я это с детства помню. Вот. И знаете, действительно, для нас, верующих, хлеб жизни – это сам Иешуа Машиах, сам Иисус Христос. Хлеб живой, хлеб жизни – Иешуа Машиах. Вот. Вино. Но здесь у меня сок виноградный. Ну, это, в принципе, тоже. Значит, плод винограда лозы. Мы говорим уже в молитве. Баре при агафен, да? Баруха та Адонай улогейну, мэле хаулан, баре при агафен. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод винограда лозы. Так вот по-русски звучит эта молитва. Мы произносим ее в каждый шаббат. Вот. И, конечно, чаще всего используем просто виноградный сок. Да, виноградный сок. И плод виноградной лозы. Так оно и есть. И вот, знаете, друзья, удивительно. Хлеб, вино и елей. Елей – это символ Духа Святого. Так, здесь. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас, секундочку. конечно вино имеет преимущество да вот не портится так как долго время вот сок вот оставил на ночь вот в тепле и уже в тот сок пришлось выливать вот у слава богу если еще и сандора вчера было здесь заходил магазин вот тоже виноградный мектар червоного винограду вот сок конечно виноградный вот долго не хранится вот поэтому да надо было убрать в холодильник тот сок пропал но вот такой не броженный просто обычный сок виноградный вот и это образ опять-таки образ духа святаго да то что веселит сердце человек написано интересно так сейчас да как здесь написано еще раз почту 15 стих 15 стих псалом до 103 и вино который веселит сердце человека и елей от которого блистает лицо его и хлеб который укрепляет сердце человека вот сегодня я утром на молитве перед этим подключением перед трансляцией на что обратил внимание вот именно ну ночью даже ночью точнее чтобы это внимание что именно вот хлеб укрепляет сердце человека да конечно это и физически да но я так понимаю что больше имеется ввиду даже в этом стихия духовные вещи не просто буквально да вот хлеб поел хлебушка да конечно хлеб поесть это прекрасно это хорошо это здорово но это как образ еще образ и когда мы говорим что иисус христос это наш хлеб он хлеб жизни моей я преломляю хлеб да я рассуждаю ним я молюсь я общаюсь с ним я принимаю в свое сердце его это не только разовое переживание принятие в сердце иисуса это процесс это все это идея деяние всей жизни нашей всего нашего земного бытия наше погружение в него а его погружение в нас баптизу это совершается погружение непрестанное погружение в меня его и мое погружение в него и вот удивительное действительно переживание слава тебе господи благодарю тебя порой действительно сердце человеческое она всегда нуждается в подкреплении вот и он укрепляет действительно сердце человеческое он укрепляет он благоставляет и дает удивительную вещь такую да кстати вот и или и как вы блистает сердце блистает лицо человека вот образ духа святаго и в принципе и то и другое третье и хлеб и вино или это образы опять таки духа святаго образы божьего божьего действия его духа господнего его действия а в жизни человеческой спасибо тебе господь и пусть хлеб вино и елей да умножится нашей жизни хлеб вино и елей духа святаго умножится аминь и соответственно умножается вот это утешение веселение сердца веселое сердце вот и укрепление сердца аллилуйя нашего внутреннего и внешнего человека нашего всего я будем так говорить или то что на юбите они они то есть я они удивительно божий язык библейский язык вот их сегодня после этой трансляции я еду на собрание такое наше молитвенное на горе снова 24 там глеба там значит на первом этаже там у них каплица каплица вот и буду там сегодня вот и благодарю бога всемогущего за действительно вот эту молитву как единение с ним как именно единство с ним и в нем пребывание это восхитительное это удивительно просто удивительно спасибо тебе господь есть свои плюсы свои преимущества конечно огромное больше преимущества процентов 90 всех преимуществ это молитве индивидуальный один один с богом но и много преимуществом процентов 10 допустим это в молитве коллективной общественной на людях совершаемых с людьми когда мы не одни когда мы еще с кем-то вместе молимся даже если двое или трое человек или же это многотысячные собрания без разницы здесь сам принцип именно что ты один один даже если ты с кем-то молишься вдвоем это уже общественная молитва вот но тоже благостовенно она прекрасна как и трансляция допустим чем хороша что люди могут подсоединяться могут слышать могут комментировать потом могут писать что-то и вот и значит вместе принимать участие даже в таком деянии как сейчас причастие хлебопреломление евхаристии вот и это благостоверное время очень но в процентном отношении это благостоверное время но один 10 процентов но 90 процентов благостовения молитвенного это благостовение когда мы один один с ним проводим это время вот это благостоверное особенно благостоверное время спасибо тебе господь особенно вот суббота выделена богом всемогущим для такого единения с ним и пребывание в нем спасибо тебе господь да был вечер сперед утро день седьмой благодарение богу всемогущему благостови господь хлеб сей честным телом христа твоего то что в чаши сей честной кровью христа твоего благостови господь благостови боже благодарю тебя за таинство сия благодарю тебя за хлеб жизни за иисуса христа спасибо господь спасибо 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 господь преломляем хлеб возьмите тоже себе хлеба налейте себе соку компоту или просто воды даже я часто сейчас после время использую просто даже воду беру и хлеб вот преломляю и молюсь уж и знаю что кстати господь однажды в воду вино превратил вообще это образ очень интересно такой поэтому и водой сейчас тоже достойно это равнозначно что же самое что и вино брать самое дорогое там кинст мараули мы брали на причастие грузинское вот значит а потом просто решили просто налили воды значит и молили и молились и причащались просто водой и хлебом самое-то главное причастие совершается не ртом и желудком причастие совершается как таинство умом и сердцем то что входит нас она не может нас я повторяю паки 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 что называется снова и снова она не может нас не осквернить не осветить тем более вот а то что исходит из нас а что исходит из нас исходит из нас из сердца нашего помышление наше вот помышление сегодняшнее наше о теле крови иисуса христа это наиболее освещает человека это вот это действительно по-настоящему по правдушному освещает человека рассуждение о теле крови иисуса христа спасибо тебе господь за голгофу за кровь за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою за воскресенье твое за победу твою за воскресенье твое за победу Слава тебе, Господь! Благостави хлеб сей, плод виноградной лозы, благоставен ты, Господь, Бог наш, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благоставен ты, Бог наш, живой Господь, возлюбивший мир и преломивший хлеб жизни, отдавший свое тело за нас, кровушку свою за нас проливший, чтобы никто из верующих в тебя не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так ты возлюбил мир, Господи, Боже наш. Слава тебе, Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, братья и сестры. Бог во Христе примирился с нами, Бог во Христе примирил с собою весь мир, миру мир, миру мир, во Христе Иисусе Господе нашем. Амин. Спасибо тебе, Господь, за все, за все благодарю тебя. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Амин. Аллилуйя, Аллилуйя. Амин. Аллилуйя, Аллилуйя. Амин. Спасибо, Господи, спасибо, спасибо за жизнь, спасибо, кровью Иисуса Христа я спасен, жертвой Голговской, Мессия и Ишуа. Я исцелен, благоставлен, прощен, полностью прощен. То, что было, то, что есть, то, что будет, все полностью прошлое, настоящее, будущее. Ты, Бог, безвременный, вне времени, от века заклонный агнец Твой, жертва живая. И то, что во временном нашем измерении совершилось 2000 лет назад, это изменило не просто ход мировой истории, это изменило бытие мое, жизнь мою. Спасибо Тебе, Господь, за все. Как мне Тебя благодарить? Чашу спасения приму, имя Господне призываю. Спасибо Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь Вселенной. Благословен Ты, Господин Шаббата. Благодарю Тебя в этом дне и благоставляю моих братьев, сестер, благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Благослови сегодняшнюю нашу встречу на Вереснево. Благослови Господь в этой каплице святого Иосифа молитву нашу, спелкувание наше. Благослови сегодня Украину Божию во имя Иисуса Христа. Я день независимости вчера отмечался и сегодня, как по скриптум, благословляю Украину во имя Иисуса Христа и всю нашу истрадавшуюся планету. Благословляю Паки и Паки, благословляю Иерусалим, город Иерусалим, город великого царя, царя-царей Господа, господствующих, Бога всех богов. Благословляю Израиль. На протяжении всего этого 2018 года молимся за Израиль. Этот год у нас в календаре обозначен как год 70-летия возрождения еврейского государства, год 70-летия Израиля. Благодарю Бога за Израиль Божий вам, благодарю Бога за действительно чудо, спасение, спасение от иудеев, спасение от Израиля, которое пришло на всю нашу планету. Спасибо тебе, Господь. Сегодня миллиарды людей призывают имя Господне, славят имя Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, Джизус Крайст и Сам Азир проставляется во всех странах, на всех континентах. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благословен Ты, Царь Наши. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, друзья, благословением священническим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сёстры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера вселенную утверди. Это действительно апостольский символ веры, по-настоящему, не по-нарошку, по-правдушному. То, что они провозгласили пред лицом всех народов. Книги деяний апостольские записаны, да. Но по совести говоря, это книга деяний Духа Святаго через апостолов. Ну и, конечно, и апостольские деяния тоже. Всякое там есть. И хорошее, и плохое, и много всего. Вот чем уникальна Библия-то. Люблю эту книгу очень. Божественная книга, Боговдохновенная. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Благослови, Господь. И благословляю благословением на иврите. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалаем сейчас этим благословением. И особым благословением благословляю Святой Град Иерусалим. Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе за все. Аминь. Братья и сестры, благословляю всех вас. Сегодня вечером в 6 часов сделаем завершение шаббата. И поделюсь словом. Вот. А, значит, с каплицы, значит, на Вереснэва, там есть интернет, буду делать, даст Бог, трансляции. Поэтому уже часов с 9, я думаю, будем делать включение. Я думаю, с часов 9 уже, уже скоро. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Да, сегодня на Вереснэва, если будете, то будут приятные сюрпризы. Сегодня мы ждем и пастора Эльдара Мерзоева в гости тоже. Нашего священника Любовь Давидовну Кушнир. Да, значит, кто еще у нас будет сегодня? Ну, Андрей, брат из Минска. Слава Богу. Ну, посмотрим еще, кого Бог из служителей приведет еще. Пусть Бог благословит вас всех. Шаббат-шалом, друзья. Слава Богу.